Портрет акварелью, акварельный портрет. Привет, я Дарья Позняк. Сегодня мы будем с вами рисовать портрет акварелькой Гризаль одним цветом. Как образец я использую рисунок Аксенова из книжки. Какая книга, я вам напишу в описании, не могу никак вспомнить. Очень хороший у него разбор по тону, по конструкции. Книга шикарная, я вам название в описании обязательно оставлю. Давайте начнем. Буду я использовать кисти, как на прошлом видео я вам показывала. Но показывала так мельком. Одна у меня кошачий язык проявила себя хорошо на прошлом видео. Вторая вот такая довольно длинная. Они все на самом деле из одного ворса. Это то ли имитация белки, то ли какая-то черная синтетика, как-то по-разному. Мастер их называл, я, честно сказать, запуталась. Но это точно синтетика. Вот если вам будет интересно, напишите мне где-то. Я точно посмотрю, что это именно близокисти. Вот смотрите, какая она длинная. То есть, по сравнению с классической длиной кисточки, она очень длинная. Она мне, кстати, тоже понравилась. Вот этими двумя кистями я работала на прошлом видео. И вот этой малявкой я ставила подпись. Но малявка для меня мелковата. Возможно, для каких-то мелких вещей. Может быть, она у меня и подойдет. Посмотрим. И вот эту я совершенно не попробовала. Давайте мы сегодня ей что-то поделаем. Вот. Вот такая. То есть, в принципе, наборчик такой хороший получился. И по деньгам что-то он вышел очень дешево. Если кому-то будет интересно, пишите, я найду все ссылочки, цены и вам пришлю. Давайте начнем. Я возьму ту, которая побольше. Вот эта. Возьму какой-то не темный тон, какой-то светленький. Бумага. У меня сегодня хлопок. Я смочила лист с задней стороны, с передней я мочить лист не стала. Взяла вот такой легкий тон. Но карандашной отрисовки у меня нет. Я буду делать сразу. Легким тоном. Значит, мне нужно разместить. По идее, тут можно было бы делать даже горизонтально, чтобы каска влезла. Но мне горизонтально не хочется. Значит, буду делать вертикально. Мне нужно сделать легкий набросок. Я не боюсь линий, потому что я взяла легкий тон акварели. И я буду потом исправлять. И как раз хочу, чтобы вы видели, тоже видели мои ошибки, чтобы вы понимали, что нет никакой проблемы в том, что вы эти ошибки будете делать, потом будете их исправлять. В этом нет никакой проблемы. На самом деле, если работать светлым тоном, то практически всегда их можно исправить. Ну и если у вас уже какая-то прям итоговая завершенная работа вам нужна, то, конечно же, карандашную отрисовку можно сделать, чтобы уже не бояться где-то ошибиться. Но, в принципе, это не так важно. Так, сразу намечаю каску, потому что это большая масса. И к этой большой пропорции, к большой массе, у меня должны быть все отношения. То есть, я с лица, с глаза не начинаю рисовать. Я все равно должна, в общем, все разместить. Даже если где-то у меня вылезет какая-то ошибка, я потом поправлю. Это не страшно. Главное, нужно разместить все, чтобы и композиционно понимать, где у меня что, и по пропорциям сразу, чтобы начинало все садиться. Так, теперь давайте посмотрим. Еще чуть-чуть посветлее возьму. Посмотрим в лице. Значит, у меня идет ось вот такая с наклоном. Так, сейчас вот это у меня. Вот так. Вот так. И чуть-чуть более детально можно посадить какие-то моменты. У меня довольно большая кисть. Я намеренно ее не меняю, не люблю маленькие кисточки. И вообще, вас призываю вот этой вот мелочевкой не заниматься в начале рисования. Поэтому призываю тоже использовать какие-то не очень маленькие кисти, чтобы у вас просто не было возможности уйти в эти мелочи. Либо делайте отрисовку заранее карандашом, либо делайте, как я, светлым тоном, намечаете. Так, проверяем. Вот здесь ухо надо поднять повыше. Сюда. Сюда. Вот так пойдет ухо. Так вот здесь. Вот как-то так. Так, вроде бы я разметила. Хорошо. Давайте теперь более... Проработано уже работать. И все-таки сегодня я рисую быстро набросок. То есть без сильной. Супер детализации, супер вычищение. Без силуэта. Все-таки быстро зарисовки у нас. По плану, скажем так. Вот здесь вот силуэт очень важен. И как раз вот у мужчин этому хорошо как раз их брать в качестве натуры, чтобы вот это вот тренировать. Потому что если вы возьмете гладенькую, молоденькую девочку, у нее вот за этим силуэтом очень сложно будет правильно последить. Будет очень скучный, разнообразный и однообразный точнее. И все так будет очень чистенько и ровненько. А нам как бы надо посмотреть, как это действительно в жизни происходит. Поэтому у меня и такая натура. Поэтому я такой рисунок выбрала. Характерный. В котором есть ярко выраженные черты. Вот эти формы интересные. Так, мне нужно немножко решить, откуда у меня будет свет. Потому что на этой иллюстрации свет идет снизу. Один свет идет снизу. А второй свет, второй свет, скорее всего, идет вот отсюда. Ой, на самом деле такая ситуация сложная по вот нескольким источникам освещения. Я сейчас придумаю и сделаю по-другому. Я возьму тень вот этого глаза классическую достаточно. Перенесу ее вот сюда. Уберу, в общем, нижний источник освещения. Вот отсюда идет один источник освещения, мне кажется. И второй идет вот отсюда. Вот этот я уберу и буду рисовать, как будто у меня вот отсюда только освещается. Потому что иначе очень такая двоякая непонятная картина. Так, вот эта кисть, мне она чем понравилась? Мне понравилось, что она имеет тонкий кончик. Но при этом, благодаря своей форме, вроде бы она небольшая, но можно шириной положить, смотрите, сразу же залив большую какую-то плоскость одной и той же кистью. То есть можно полностью работать одной кисточкой. Что мне, конечно, очень нравится. Это удобно для быстрых работ. Да я и в медленных работах тоже не люблю 25 раз менять кисть. Я люблю, чтобы быстренько всю одну кисточку сделала. И вот, вот так вот. Простойно. Простойно. И так далее. Так, а вторую кисть я буду использовать без краски, просто влажную, чтобы смягчать вот эти края. Края мазков, чтобы у меня были помягче. Думаю, вы уже знаете, что я всегда смягчаю. Положив мазок, пока не высохла, продолжаю моделировать. Уже использую ту краску, которая есть в нижний век. Так, а у меня тут... Так. 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 Значит, так, сейчас есть у меня вот эта тень. Нет, все-таки свет у меня будет вот отсюда, слева сверху. Но не очень сверху, больше в бок, потому что иначе бы краска закрыла тень на лице и сделала. Значит, в общем, сделаем классическое освещение. Нет, я к тому, что вот эта боковина носа у меня будет в тени. Так. Давайте посадим второй глаз. Кстати, если вы обратите внимание, у самого автора детализация не так-то и сильно выражена. Так. И начинаю смягчать. Здесь, значит, мне тоже нужно сделать тогда бровь. И тень пойдет под бровь, потому что свет я изменила. На самом деле, конечно, я люблю находить фотографии определенного освещения, оттуда брать полностью картину. Но мне сейчас, я все забываю купить картриджи для принтера, не могу ничего распечатать. И довольно давно уже я не могу забываю ее. Вот такие бывают задачи, что надо вроде бы сделать, а ты как-то вот все не до этого. И получается, что сегодня я заглянула в шкаф с такой мыслью. Первое. На чем я буду рисовать? И второе. Что я буду рисовать? Ну, довольно быстро я нашла. Конечно, хорошо, когда материал лучше подобран, но с другой стороны, вы знаете мой принцип, что лучше сделать, пусть не идеально, но сделать, чем идеально, но никогда. Поэтому лучше. Так, у нас свет идет вот отсюда сверху. Классическое освещение использовать. Но лоб все равно, вот часть лба верхняя уходит у нас в тень, потому что каска закрывает. Сейчас сразу, чтобы мне не путаться, я вот эту часть лица уведу в тень. Хотя бы не очень глубокую тень, но таки уведу. Ну, широко вот так, чтобы мне уже не ошибаться. Так, ок, и будем дальше делать, дальше спускаться. так как свет сверху значит у нас верхняя губа будет темней а под нижней будет площадка и второй кистью можем это все смягчать нужно вообще нарисовать полностью портрет из головы так и вот здесь сжимать сейчас мы вот здесь подправить силуэт так так у меня все тут правило здесь больше такое движение чуть-чуть усилилась силуэт получается так и давайте так ухо упало как раз то про что я говорила что не бойтесь делать ошибки теперь считаем смотрите вот у меня нос вот такое расстояние и вот такое да мне вот тут все скулы упало немножко давайте поправим просто поправим все уметь замаскировать свои ошибки поправить их убедительно чтобы никто не заподозрил это тоже искусство но вы ему не научитесь если не будете это практиковать постоянно так рубашка тоже подскочила вот сюда это все пойдет так здесь у меня каска это все тоже в тени за ухо могу сразу же усилить еще тон я в принципе нашла это место провести чтобы перекрыть в тот момент где я ошиблась чтобы это было не видно нашу воротничок свежий сделать такой растек потому что когда робкие мазочки в начале потом нам нужно уже доказать что мы делаем что знаем и пустить уверенный какой-то уверенный мазок или растек и сразу все вопросы отпадают например того что я там немножечко ошиблась нужно убедительно доказать сначала найти где мы ошиблись поправить потом уже чуть-чуть доказать зрителю что мы молодцы что-то я размахнулась что-то я размахнулась сейчас сразу же в полную силу пройдусь по каске поправить какие-то свои моменты так а это разгоняем вот сюда теневое рефлекс в принципе ярковат конечно очень то есть что это и и и и и и ну вот эта кисть она все-таки для мелочевки для того что вот так вот себе помогать как вторую кистью использовать я просто сейчас пытаюсь ей работать чтобы посмотреть как она себя ведет так конечно по идее если я так работаю то мне нужно две кисти одного размера значит вот такого получается так шею нужно сделать и я хотел пройтись по каске еще и 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 вести дрожащей рукой, так что из коротких отрезочков. Вот как-то так, сильно зацикливаться на этой каске я не буду, надо закрыть вот этот треугольник, очень светлый. Так, хорошо, и вернемся к лицу, доделаем лицо. Теперь, наверное, уже можно взять вот эту кисть поменьше, не знаю, будет ли неудобно, давайте еще тогда вот эту длинную возьмем. Вот так они одного примерно диаметра, они тут потолще чуть-чуть. Вот так. Ну, в основании они одинаковые, а здесь это потолще. И одна длинненькая, а другая коротенькая. Ну, давайте попробуем. Так как свет у меня падает сверху, естественно, вся площадка вот эта под носом должна быть затемнена. Я могу вот здесь усилить. Боковая часть носа тоже должна быть затемнена. Так, если свет оттуда, то верхнее веко у меня попадает в тень. Под бровью у меня тоже больше теневых моментов. Вот так вот. Тенью正ика. Так вот, вот так. Так вот, просто... Так вот, вот так вот... Не пахать в��от. Так вот, так вот. Так вот, вот так вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень важно в завершении портрета акценты расставить... Тональные... Взять акварельку, чтобы он не был прям скучный... Взять акварельку поплотнее... И пройтись прям по каким-то моментам... Поставить акценты... Даже если чуть-чуть где-то что-то потечет... Все равно... Мне придется сюда так поползти, чтобы сделать... Детали более конкретные... Сажаю зрачки... И... И... Хочу... Усилить... Усилить углубить эту тень... Да, мне кисочка маловато... Казалось бы, что мне должно быть удобно... И нет... Нет, мне неудобно... Маленькая... Нет, она хороша для маленьких... Задач... Просто у меня маленькие задачи случаются редко... А как работает кисть... Мне уже сейчас хотелось вам показать... Поэтому мне сейчас не очень удобно... Но я ей работаю... Потому что качество ворса... Как она сделана... Она ведет себя отлично... Как и все остальные, которые я сейчас попробовала... Все ведет себя отлично... Так, немножко я... Перетемню его вот тут в глазах... Выберем, если выберется... Неудобно... 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 Незаправлю... Теперь... Ну... Продолжение следует... 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 И чуть-чуть мне хочется выделить на передний крапан. Вывести вот здесь вот край каски. Вот этот рефлекс еще посадим в клубь. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Дарья Позняк и до новых встреч!